Добрый день, уважаемые участники. Исследуя природные процессы, происходящие на нашей планете, мы, безусловно, сталкиваемся с огромными массивами данных. И сейчас вы, например, здесь видите космическую съемку, покрытие всего земного шара, начиная с 1975 года. Это миллионы снимков, которые предоставляются нам, как пользователям Arnis, в виде веб-сервиса. Значит, тенденция такова, что операторы космических систем используют платформу Arnis в совокупности с приемными станциями для того, чтобы в оперативном режиме передавать данные о нашей планете конечным пользователям. В частности, сейчас я нахожусь на геопортале геологической службы США, USGS, где с помощью платформы Arnis реализован поиск по актуальным и архивным космическим снимкам Landsat. Мы сейчас перенеслись на территорию, знакомую нам. Выберем самые актуальные снимки, то есть это 2014 год, и посмотрим, что же есть на нашу территорию. Значит, происходит обращение в центральную базу данных, и мы видим самый свежий снимок, который мы в дальнейшем можем использовать, загрузив его или используя как готовый сервис, то есть сразу подгрузив в наше тематическое веб-приложение. Давайте посмотрим на это чуть более подробно. То есть это снимок от 21 сентября. Мы можем просмотреть более детально данные по этому снимку, добавить в корзину и сразу же перейти к получению этого снимка через отдельную систему. Следующее. Метеорологические данные и моделирование. Тоже важная задача, которая решается с помощью геоинформационных систем, в частности, платформы ARGIS. И сейчас я хотел бы продемонстрировать вам геопортал современный, такого вот комьюнити по исследованию нашей планеты. Значит, здесь есть различные данные, на базе которых, как мы уже говорили сегодня, могут быть собраны различные тематические приложения благодаря уже готовым конструкторам и шаблонам веб-приложений. В частности, здесь будет промоделирована ситуация по экстремальным температурам на территорию Европы, начиная с 1971 года с прогнозом на 2100 ватт. Мы видим, что температура меняется, и экстремальные показатели все выше, на север проникают по территории Европы. Естественно, мы можем проводить интегрированный анализ, то есть собирать данные о численности населения, о каких-то урбанизированных территориях и смотреть на эту информацию в совокупности. И это благодаря современным возможностям геопорталов. Следующий мой пример касается метеорологических данных, именно информации о поле ветра, о перемещении облаков. И здесь я хотел бы показать небольшое тематическое приложение, которое удалось собрать благодаря тому, что компания Esri сотрудничает вплотную с компанией NOA и с компанией NASA. Соответственно, на платформе ARGIS мы можем получать такую оперативную информацию о направлении скорости ветра и, в частности, например, проводить некоторый тематический анализ. Сейчас я выберу некоторую область для того, чтобы проанализировать, куда дул ветер, с какой скоростью, и выявить, например, экстремальные значения. В данном случае это направление ветра, то есть наиболее распространенное в данный момент. И сейчас мы видим, на карте оно подкрашено. И, естественно, нас в том числе может интересовать и информация о скорости ветра. Также выбираем интересующую нас территорию. И видим некоторые значения максимальные. Соответственно, можем представить это в виде графика и более детально проанализировать. Вот несколько примеров, которые я хотел бы показать, относящиеся к большим массивам данных, к метеорологическим данным, данным о нашей планете, которые могут быть использованы в совокупности с программной платформой, с ядром на базе системы ARGIS. Спасибо. Спасибо. Спасибо.